Это было очень высокое интенсивное время. Это было очень высокое интенсивное время. И в конце НСА получил больше пунктов. Это была игра с высокой интенсивностью, игра шла от кольца до кольца, с огромным количеством бросков. Единственное, что я могу сказать, что в итоге НСА набрали больше очков, это и было их причиной победы. Да, пожалуйста, вопрос. Подписали Седрик Симонса, сегодня он не приехал. Седрик Симонс, он не путешествовал сегодня. Он был виза-проблем. Мы приехали в Эстонию в начале недели, и мы не могли получить виза. Это было очень-оченько, потому что мы потеряли банды. И мы были проблемы с баскетом. Раймох получил 30 пунктов, и мы потеряли банды. Но он не потерял Телегар, поэтому это было 50-50. К сожалению, у него была проблема с визой. Мы подписали его в начале недели и не успели оформить визу в Россию, что очень плохо для нас. Потому что для нас он был бы ключевым игроком в плане подбора. Сегодня мы проиграли подбор и Браймох, который даже не центровой по своей основной позиции, набрал сегодня 30 очков. Но с другой стороны, я могу сказать, что Енисей сегодня потерял олигарха из-за травмы, поэтому это никакое неоправдание. Мы знаем его как мастера защиты. Но сегодня он что, был не готов играть против такого игрока как Браймо, именно идущего в проход, силовой проход. Он успевал ногами и очень много проходов пропустили. Мы знаем его как мастера. Но сегодня он может быть не очень хорошо на своих ногах. Как вы думаете, это причина для этого? Да, у нас есть проблемы с ним, и это не только сегодня. Он хороший блокшоттер, но в 1-1 ситуация он очень сильный пик игрок. Он очень хороший игрок, но, к сожалению, у него, как и у всех остальных игроков, есть плюсы и минусы. Один из минусов, это то, что вы описали, защита именно на ногах. И в большинстве игр, в которых мы играли, когда против него был большой, сильный игрок, его просто продавливали. Он может хорошо блокировать броски, но над работой защиты на ногах ему еще работать и работать вместе с командой. Скамейка, всего 10 очков, и только Арбит. Что за последний мастер? Бенч брал только 10 пунктов, и Арбит брал все. Почему? Что за последний мастер? Я не знаю. Как Толевсен и Арбит брал, они были холодными. Они были очень холодными. Они были очень холодными. И Сок не играли много. И Кедус не играли много. Только Арбит брал много. Да, это плохое. Но это тоже как Коутсу. Обычно игроки, которые играли 15-20 минут, сегодня играли только 8-10-6 минут. Это был мой Коутсу. И в конце это было плохое. Как это здесь? Я не запомню. Фамилия второго. Харпер. Харпер. И Толевсен. Да. Харпер и Толевсен. У них сегодня была горячая рука, очень хорошо шел бросок. Остальные игроки со скамейки не играли так много времени. Это было мое решение. Только Арбит провел много времени на площадке, поэтому он забил так. Забил. Был единственный, кто забил. Набрал очки, выходя со скамейки. Но это было мое решение. Сегодня будем играть с меньшим количеством игроков. Какой вопрос? Райан Вейдеман. Почему именно Вейдеман? В конце концовки, большинство бросковка, Харпер и Толсен, а именно Вейдеман? Почему так много штантов в Вейдемане, а не Харпер и Толсен? Он играл. Он сделал. Он сделал. Он начал бросать. Он начал улучшить. Он был агрессив. Почему бы кто-то отбал вете, если кто-то не играл? Одна вещь, что я хочу добавить. Майтер Стайс, наш центр, 17 лет. Он играл первую игру в ВТБ Лиге. Я думаю, что он хорошо играл. Окей, он играл 0 поинт. Но это тоже одна из причин, почему Пенч играл так меньше. И хотел бы еще добавить, что мой второй центровой, который сегодня играл, ему всего лишь 17 лет. Это была его первая игра на этом уровне. Поэтому это тоже повлияло на нашу работу под щитом. Да, он не набрал ни одного очка, но для 17-летнего парня он сыграл очень хорошо. Победа была не очень красивая, но ничего страшного, мы ее заберем. Для нас было важно выиграть игру, потому что Калев играет хорошо. Это прямой конкурент за борьбу за восьмерку. И сейчас игры, которые Калев провел, они все были упорными. Они нигде не уступили с каким-то там особо разгромным счетом. Хорошая достаточно команда. Во всяком случае, чтобы ее победить нам, нам нужно было приложить максимум усилий. Тем более с учетом того, что нет одного важного звена Фрэнка, который без сомнения помогает нам и в нападении, и в защите. У нас была неделя на то, чтобы перестроить игру. Игра действительно не получилась красивой, она получилась тяжелой. Изначально на первых минутах Тони уже получил травму, еще пока не факт, чем все закончится. Тем не менее, он доиграл игру. И мы готовились играть без Фрэнка. Мы наигрывали тот состав, который нам сегодня принес победу. По большому счету, где-то я задумался о том, что на самом деле получилось неплохо, что мы дали всем поиграть в разных позициях на выезде Евро Челленджа. Такой маленький плюсик, потому что, во всяком случае, для нас это было уже не первый раз, и мы в общем-то в таком сочетании без Фрэнка играли. Ребята старались. Очень много ошибок, очень много ошибок в защите, притом ошибок таких, которых мы, я надеюсь, что со временем не будем уже допускать. За эти ошибки нас наказывали, что говорит о том, что в Калиеве есть исполнители, которые имеют опыт решения этой ситуации и наказывают за ошибки в защите при первой возможности. Но, тем не менее, некрасивая победа, но мы ее забрали. Олег Кирович, он написал, что сегодня в отсутствии элегара Сулейман Брайму как-то по-особому раскрылся? Он всегда так играет на самом деле. Просто сегодня он взял на себя эту роль, и команда искала его, потому что возможности же Сулеймана были видны изначально, да, просто есть игра, и всегда приятно, когда у тебя несколько игроков могут атаковать, и это время очки распределяются, когда кто-то один на себя не тащит каждую игру. Как только появляется такой игрок, перестает играть команда вообще. Сулейман сегодня, в той ситуации, которая есть, взял на себя инициативу, при том, отчасти, мы очень много создали ребят, которые с ним вместе находились на площадке. Ну, во-первых, мы требовали от этого, от всей команды, в подготовке, потому что, когда он играл больше в защите, чем в атаке, показалось, что команда какая-то есть, мне может быть какая-то психологическая зависимость, потому что команда уходила в тоне, команда немножко потухала, уходил в тоне, даже он не играл где-то в атаке, так активно, как обычно, но все равно какая-то шла больше агрессия, как-то ребята лучше атаковали. Ну, во-первых, мы требовали от этого, от всей команды, в подготовке. Почему? Потому что, действительно, Тоня в этом году один из тех людей, которые создают, мы знаем, не только мы, но и соперник. Соответственно, для того, чтобы разгрузить Тони, создать остроту, был призван Малик Уэйнс, у которого не очень получилось в этом сезоне, у нас в команде, во всяком случае. Соответственно, сейчас нет Малик Уэйнса, есть Тони, ему надо помогать, и эта агрессия должна исходить от остальных ребят. Ну, и потихоньку, вот я сегодня смотрю, там, ребята маленькими шагами надвигаются вперед, да, взял на себя инициативу, Влад Трушкин добавил, да, к очкам там агрессии в нападении, и Леша с Вася, они на своем уровне сыграли, просто Вася больше взял там ситуацию, когда он начал создавать и обострять. Может быть, не все там где-то получалось, тех, кто это делал, но, во всяком случае, это агрессия была. И наоборот, на мой взгляд, это хороший, ну, как скажем, хороший звонок о том, что мы начинаем потихоньку не бояться и брать на себя инициативу в тяжелой игре, в которой надо выигрывать, а не складывать ответственность на привычных лидеров. Это же проще всего, там, остаться невиноватым, отдать мячик, и пусть забьет кто-то другой, кто это умеет делать, а на меня они не заругаются, на меня не закричат, я там буду хорошим, но мы не ради этого играем в баскетбол, да, я все время говорю, что есть победа, а если вам нужен плохой, пусть плохой буду я. Денис Лукашов, оказалось, что это ранний его выход на площадку, он немножко выиграл психологически, потому что он был не готов. Абсолютно верно, но у нас не было варианта просто из двух первых номеров, которые находились на скамейке, оба были не готовы к столь раннему выходу, потому что травма произошла неожиданно, кто когда ожидает травму. Действительно он попал в ситуацию в такую, когда игрок должен был выйти там через несколько минут, а его выдернули и послали сразу же в бой. Вот, а Сергея Митусова мы заиграли, потому что нам нужно было все-таки закладываться на то, что мы уже в раздевалке знали, что нога у Тони опухает, и все могло быть. Он мог прекратить игру по большому счету, в любой момент, потому что боль могла стать нестерпимой, тогда как бы мы бы остались так, как есть. Поэтому мы заигрывали еще одного заднего, чтобы все задние попробовали себя. Ну и это была вынужденная, в общем-то, замена. Нужно было заиграть еще одного игрока. Защита против Харпера. Видно было, что готовились к Харперу очень активно, да? То есть разные варианты защиты против него использовали, разные игроки. Но все равно он набрал много очков, 6 очков. Но при этом выбросил, ну, с ним самым высоким процентом, чем довольны, чем недовольны именно конкретно защитить Харпера. Действительно, мы сменили защиту, ту, которую вообще никогда не играли. Мы потихоньку с ней работаем. Она еще, я скажу, сырая и не отработана до конца. Ну, что такое защита, в принципе, это самоотдача игроков, да? То есть я не придумал ничего нового. Это защита, которую играют другие команды в том или ином виде. Просто есть исполнители. Я был недоволен, наверное, тем, что есть вещи, которые мы определяли, что нужно делать более четко. Прежде всего, это смены. Из этих смен мы получали атаку. Я ругался на эту тему в раздевалке, я ругался, как бы, на тех игроков, которые, может быть, и меньше принимали участие в игре. Но они-то слушают то, что я говорю, когда остальные на площадке видят ошибки, а выходя совершают те же самые ошибки. Но, по большому счету, это наша общая, как бы, работа, и нам просто работать надо над этим. А то, что Харпер будет забивать, ну, он всем забивает. Харпер хороший игрок. У нас, тем не менее, как бы получилось то, что мы не дали Харперу разыграться с лоу-поста довольно часто играет. Мы разобрались с несколькими взаимодействиями. А дальше там ошибки игроков индивидуальные были, без сомнения. Ну, так игра складывается. Если бы мы не ошибались, тогда у нас этих игроков не было, и всех бы забрали в Евролигу. Мы бы, конечно, обрадовались, но вот. Кто, в основном, что он так и поделал, кто вы были из-за каких-либо? Я знаю, что это за игрок. Почему? Потому что летом мы его рассматривали. Если у игрока есть бросок, он всегда может попасть. Мы готовились против него защищаться. Были определенные моменты, как нужно защищаться с четвертым номером на сменах на пикин-роллах. Я только что об этом сказал, что мы это не сделали. Отсюда Толсон получил кураж, получил эту атаку. Это были частные ошибки игроков, которые там где-то не успевали, не доделывали, не верили и так далее. Но такая игра. Представляете, какой темп. Взрослые мужские команды играют. Решения меняются каждую секунду на площадке. И я верю в то, что мои игроки пытались, даже ошибаясь, сделать хорошее дело. Это не всегда просто входило в командную дисциплину. И за это нас наказывали. Я об этом сказал в начале текста. То, что снайпер может забить, может забить. Толсон хорошо играл в университете, хорошо играл в тех чемпионатах, где был. Сегодня пошло, у него сыграли. Также Сулейман сегодня сыграл. Не думаю, что сильно ожидал от нас Калев такой игры. После прошлого матча Зенитовна говорили много свежести. Игорь Куп сказал, что сегодня в концовке Енисей как раз был свежее, чем Калев. Именно в концовке встречи. Просто удалось распределить время. Во-первых, есть свежесть. Во-вторых, есть эмоции. Когда команда устает, у команды нет эмоций. Это одно и то же. Одно и то же на тренировках. Тренер говорит по защите. Все одно и то же. Люди устают. И ребята устают. И как раз эта неделя прошла то, что были какие-то выходные. Была возможность переключить с одной работы на другую работу. Дать подышать. Появились эмоции. Накопилось желание играть. А помимо этого, я пытался первый тайм играть более широкой ротацией. Уже заигрывал игроков. И то не дали подышать. То не имел 11 минут после первого тайма. И так далее. То есть, у всех время было распределено. Таису имел 10 минут. Таким образом, чтобы хватило сил. То есть, я понимал, что все равно в концовке мы должны выйти на тот состав, который будет играть. У этого состава должны быть силы. Эти силы были. Я могу убрать пассивные 30 секунд, когда мы дали 6 атак сопернику. Но это уже история, при которой ребята почувствовали, что они выиграют. Их приходилось просто толкать, защищаться. Они уже хотели закончить эту игру. Потому что очень много отдали и силы, и эмоций. Если убрать эти атаки, то вообще бы впечатление, может быть, было чуть-чуть более приятное. Да, последнее. Но тут ничего не сделать. Да, все, вот они уже все сделали. За это могли наказать. Но это я понимаю, потому что я нахожусь на скамейке. А те, кто находятся в игре, у них другое состояние. Сейчас, в следующий матч, пауза опять большая будет в Голландии. Как команда будет готовиться к игре? Может быть, какие-то выходные, а потом будет идти к работе только к игре? Нет, ну сейчас мы дадим два дня отдохнуть, забыть про баскетбол, забыть про нас. Это время, которое тренеры смогут проанализировать прошедшие игры, прошедшую работу. Готовиться к следующему этапу. Попробуем чуть-чуть переключить команду на те вещи, которые им уже, возможно, надоели за эти месяцы. И постараемся подвести к игре к выездной. А ее уже можно рассматривать как блок игры. Их и Минск. И голландцев и Минск. Поэтому через отдых, через переключение попробуем выйти на хорошую форму к поездке. Психологически, насколько эта победа должна? А то у нас в этом сезоне как-то получается серия побед, а не серия поражений. Вы сказали, как это победа. Серию поражений мы обсуждали, что я все время буду об этом думать. Я уже говорил о том, что как было строить этот процесс. Можно было, наверное, взять и выиграть две игры выездных Евро-челленджа. Тем более, что нам их предлагали забирать. И тогда бы не было этой серии. Все решится вот в этом месяце. Да, или не все, но многое. В этом и начале января. Стоило оно того или нет. С точки зрения психологии, на мой взгляд, важно другое. Важно то, что вне зависимости от того, есть Фрэнк или нет, команда все равно продолжает играть, сражаться. И находятся те, кто хочет и может. И чем больше таких ребят будет, тем мне будет приятнее, тем мне будет спокойнее спать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!